Добрый день! Сегодня у нас несложный гололомка компании кунг-фу. Это гейр-куб или шестеренчатый кубик. Упаковка вот такая вот, как кубин-классрум такие делали, пластиковые боксы. Здесь мы видим строение, китайские надписи, ну и все. Внутри есть какое-то подобие инструкции, но доставать не будем, поскольку это не нужно. Вот он шестеренчатый. Почему так называется? Потому что при вращении грани вращаются еще центральный слой, и ребра поворачивают вокруг своей оси. Вот так это происходит. Все движения здесь делаются минимум на 180 градусов, то есть если сделать на 90, дальше вращения не получится. Нужно докрутить и только потом вращать следующее. Ну и если покрутить подольше, то можно вернуть в исходное положение. Здесь нет наклеек, все сделано из пластика. Это пластиковые вставки. И если кто помнит классический гейр-куб, он выглядит вот так. На нем тоже нет наклеек, это краска, но есть одно отличие. Мы видим, что вот эти вот элементики внутри, они черного цвета на всех гранях. На модели от Kung Fu, они имеют цвет грань. То есть они не одноцветные со всех сторон, а имеют шесть различных цветов. Это некоторым образом влияет на сборку. Давайте я напомню, как собирается обычный гейр-куб. Да, кстати, гейр-кубы бывают еще не обычные. Это как бы классический. Есть еще версия 2. Выглядит вот так же, похожего у производителя. В чем особенность? Здесь вращение идет так же, как на классическом. Но по одной из осей можно повернуть грань, не оказывая никакого влияния на остальные элементы. Вот эту грань и вот эту грань. Это значительно усложняет сборку. Я, наверное, сделаю про это было вам к отдельное видео когда-нибудь. Да про него вспомню. Ни разу даже не перемешивал. Ну, предполагаю, что будет собирать поинтереснее. Есть также гейр-куб версия 3 от разных производителей, который внешне похож на гейр-куб. А на деле это обычный кубик 3х3 собирается точно так же. Такого у меня нет. Ну и рассматривать мы, соответственно, не будем. Перемешиваем. Собирается, в принципе, интуитивно. Сначала углы, центры и потом ребра. Мы видим, что вот желто-красный и желто-оранжевый стоят неправильно. Это все неправильно. Спарим вот эти два элемента. Ну и... Теперь все углы стоят на своих местах. Осталось между ними подогнать центры. Оранжевый на месте стоит. Повращаем. Никаких алгоритмов. Кубик заедает. Желтый встал. Ну и остальные встали. Вот получается у нас на месте углы и центры. Ну, остается расставить ребра. Сначала их расставить на свои места, а потом уже ориентировать. Ну и смотрим. Сине-красное ребро должно стоять здесь. Далеко. Фиолетово-оранжевое стоит на месте. Ну и значит, вот по этой линии все должны ребра на месте стоять. Так и есть. Сине-оранжевое. Так. Угу. А, ну вот здесь вот. Вот эти два ребра нужно поменять местами. Специально я искал такие, чтобы продемонстрировать алгоритм. Хотя... Можно его вывести самостоятельно. Для этого мы делаем движение. Правой грани двойное. И еще раз двойное. То есть, по сути, это R4. Дальше разворачиваем верхнюю грань. U2. Ну, на 180 градусов. Делаем еще раз R4. И еще раз U2. Вот у нас два ребра поменялись местами. Ну, соответственно, для того, чтобы переставить оставшиеся... Какие у нас остались? А, у нас уже все на месте. Да, действительно. Ну, остается только их ориентировать. Для этого просто берем и вращаем, пока они не встанут правильно. Встали. Ну, и по этой оси тоже самое. Вот и все. И на этом сборка гир-куба заканчивалась. Здесь же чуть больше нужно действий. Давайте перемешаем. И заодно сравним вращение. Здесь сразу вот этих вот всяких заклинивающих моментов нет. Ну, тут производитель мне неизвестен. Это Kung Fu. И здесь все вращается хорошо. И мы сразу видим, что вот эти вот маленькие элементы, они перемешались и в разнобое с ребрами уже находятся. Но если присмотреться получше, то вокруг бело-зеленого ребра как раз бело-зеленые вот эти элементы. Мелкие центральные есть. То есть, по сути, здесь плюс один этап в сборке. Ну, а если взять такую же головоломку от компании Чи, которая имеет несколько другое строение, но собирается точно так же, как гир-куб от Kung Fu. Точно такой же процесс сборки. Ну, про эту головоломку на канале уже выходило видео вместе со всей серией. Вернемся к Kung Fu. Здесь гораздо приятнее собирать. Все лучше видно. Яркие цвета. Это пластинки, это не наклейки. Так, получше перемешаем. И будем собирать. Так, ну, мы видим два бело-синих угла. У нас где-то есть еще два. Ставим их рядом. Углы собрались. Между этими углами нужно собрать центры. Просто вращаем. Желтый собрался. Здесь докручиваем все углы центра на месте. Это полностью интуитивный. Формул нет. Дальше нужно менять местами вот эти вот элементы. Это тот же алгоритм. Пусть R4, U2, R4, U2. Поменялись. Смотрим. Вот эти два нужно поменять. R4, U2, R4, U2. Поменялись. Поменялись. Так, смотрим, что у нас остается. Эти на месте. Эти на месте. Так. Вот этот элемент должен стоять здесь. Алгоритм меняет два ребра вот этих. Ну и нижних. Нам нужно поменять вот так. Можем просто сделать алгоритм дважды. Пробуем. R4, U2, R4, U2. Видим. Здесь желто-красный. Вот с этим белокрасным он хорошо поменяется. R4, U2. R4, U2. Все. Все элементы. А нет, не все элементы. Вот эти элементы еще не стоят на своих местах. Как так вышло. R4, U2. R4, U2. Вот теперь все. Ну и остается их правильно ориентировать. Для этого мы просто по каждой оси вращаем, пока они правильно не встанут. Хорошо. По этой оси. Так. И вот так. И мы видим, что остается расставить вот эти маленькие элементики. Ну и нетрудно догадаться, что их просто нужно вот так вот поменять местами вокруг своего ребра. Для этого мы возьмем алгоритм из кубоида R2, U2, трижды. Причем, если у вас есть элементы, которые стоят правильно, их нужно расположить. Вот если это передняя грань, то они должны быть на правой, на левой грани. Вот здесь вот справа и слева. То есть у нас перед собой грань, на которой все элементы нужно менять. И сзади должна быть такая же. А вот на этой грани, вот эти должны стоять правильно. На правой и на левой. Ну и что мы делаем? R2, U2, R2, U2, R2, U2. И все, геркуб собран. Плюс один этап сборки. Хорошее вращение. Ну и да, вот это чуть-чуть поинтереснее. Ну, вращается гораздо лучше. В общем, это достаточно качественная головоломка. Если выбирать геркуб, можно либо чаи, либо кунг-фу. Они друг друга стоят. Кунг-фу чуть поменьше, удобнее носить с собой. Но головоломки простейшие, поэтому особый интерес они, конечно, не вызывают. Но в коллекции будут смотреться неплохо. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok